Привет-привет, мои дорогие друзья! Добро пожаловать в игрушку Sims FreePlay. Надеюсь, я не ошиблась в названии. В общем, Sims бесплатные для мобильных устройств. Мы с вами делали первый взгляд, и, в принципе, мнения как-то так разделились, мол, кто-то был доволен игрой, кто-то писал, что игрушка недостойна внимания, вообще в неё играть не стоит, она очень затратная по донатам и так далее. И, в принципе, в последнее время, по-моему, обзор на летом было, если не раньше, и я как-то на неё забила, я даже не заходила, не играла, но последним временем всё чаще и чаще в комментах я вижу, что ребятки хотели бы ещё немножко поиграть, и я, в принципе, согласна с ними. Давайте заглянем, посмотрим. То есть, сразу же предупреждаю, что с момента вот тех игр последних наших, последнего нашего ролика я в неё даже не заходила. То есть, я обновляла игрушку, обновления были регулярные, но, в принципе, я в неё не играла. Ну, как-то, знаете, не тянуло. У нас и так столько с вами проектов мобильных, что разорваться на всё прям сил не хватает. И что вам ещё хочу сказать, в принципе, в App Store в том же я видела, что есть, по-моему, третьи симсы, причём разнообразные, и ещё какие-то симсы. То есть, в принципе, если хотите, можем и их посмотреть. Поэтому, ребятки, пишите в комментариях, обязательно, кстати, ставьте лайк под роликом, если хотите больше симов, разных симов. А я пока что буду возвращаться в наш фри-плей. Значит, цель достигнута потратить 600 симулионов на доллары... Ой, на доллары... на окна. Так, у нас цель заниматься тайцзы в парке в 7 вечера. Хорошо. В 7 вечера? А почему именно в 7 вечера? Смотрите, у нас есть события, ледяные скульптуры. Начинается особое событие в честь нового хобби ледяные скульптуры. За каждую коллекцию ледяных скульптур персонажи получат комплект потрясающей мебели изо льда. Посетите магазин увлечений и купите ледяной постамент, чтобы улучшить своё мастерство. Хобби доступно в течение орган. Какого орган? Так, хорошо. Нам дали нашу ежедневную награду. У нас тут какие-то клубы. Награду мне можно дать? Ну, получить. А, спасибо. Уже дали. Так, ну что, давайте хоть посмотрим. У нас, получается, были потеряны эти и найдены... Да, фри-плейт. Я не ошиблась. Доступен новый магазин. В городе скоро откроется новый магазин. Постройте волшебные товары. Подождите со своими волшебными товарами. Во-первых, давайте позабираем ништяки. Так, ребятки. Давненько мы не заходили. Тут, наверное, столько всего интересного нового добавлено. Идем дальше. Что у нас тут есть интересного? Что у нас появилось? Значит, нас интересовал магазин для хобби, правильно? А у нас он, в принципе, есть. Требования нам хватает. Предметы для магазин увлечений? А ну, давайте посмотрим. Да, хорошо. Праздничный теплоход нас не интересует. Активная цель. Вот у нас что. События ледяные, фигуры, скульптуры. Значит, нас интересует посетить магазин увлечений. Вот ты магазин увлечений? Да, давайте построим. Нельзя начать, поскольку уже строится художественная галерея. Так мы как бы ее уже построили. Спасибо большое. Теперь можем построить? Давайте строить. Да. Ааа, необходимо получить... Необходимо больше персонажей. Повести уровень. А сколько нас персов? А у нас же персонажи... Где наши персонажи? Слушайте, ну у нас же много жителей. Ладно, давайте еще кого-нибудь добавим. Так, стандартная резиденция. Сколько у нас? 58 тысяч есть. Таунхаус с мебелью. Дом с одной спальней. Слушайте, а давайте-ка, может быть, дом с одной спальней построим? Да, хочу такой домик. Так, сколько у нас тут? Смотрите, 1, 2. Тут кто-нибудь будет жить. А, у нас всего лишь трое, да? Печалька. Ну, в принципе, давайте уже построим, ладно. Интересно же. Давай построим, потратим наши монетки. Сколько? 7 нужно, да? А сколько у нас стоит 7 штучек? Другие наборы. Давайте вообще, в принципе, посмотрим, что у нас есть интересного. Что мы можем с вами сейчас прикупить? Смотрите, мы можем... Ого, сколько этих камушков? За 6 долларов, допустим, 40 кристалликов. А за 10 долларов мы можем 100 кристаллов. Слушайте, бонус вип первый. А ну давайте я за 10 долларов сейчас куплю и заодно с вами посмотрим, в принципе, есть ли там смысл. Нету смысла. В общем, поехали, прикупим. Так, 126 очков стиля было добавлено на ваш счет. Вы также получаете 50 очков випа. Ваши преимущества стали еще преимущественнее. Ух ты, смотрите, как интересно. Больше радужного торта на каждого персонажа. Ежедневные кусочки радужного торта. Вау. Будем, кстати, смотреть с вами, что дают эти випы. Мы с вами уже третий вип. Окей, что у нас тут появилось? Смотрите. Как круто. Выберите игривого питомца для своего персонажа. Благородные существа. Костюм танца льва. Два персонажа залезут в костюм для танца льва и начнут танцевать. Блин, сколько тут всякого интересного можно прикупить. Так, распродажа. Но это не такая уже распродажа, чтобы была бы прям уж распродажной. Так, окей. Мы с вами денежку получили. У нас, смотрите, есть 123 кристаллика. Я думаю, что мы... А что это у нас? Мы уже открыли их? Нет, мы же еще с вами не открыли. Карьеры. А как это мы так быстро все открыли, слушайте? Ладно, купим эту самую. Она у нас бесплатная, да? Даром? Конечно, купить. Покупаем. Поздравляем с покупкой. Ваши новые предметы теперь доступны в багаже магазинов товаров для дома. Так, я хотела прикупить, посмотреть, что это же у нас за ледяные скульптуры, карьеры. А это нам не надо. Хобби. Ледяной постамент. Смотрите, вот он у нас есть. Резьба по дереву и модный дизайнер. Ух ты. Давайте купим. Конечно, покупаем. Поздравляем с покупкой ваши новые предметы. Отлично. А сколько ты будешь строиться? 1 час 57. Давайте уже... Я хотела бы кого-нибудь добавить сюда. Нажмите далее. Так, переселить персонажа, добавить персонажа, переселить семейство. Просмотр дома. Давайте добавим персонажа. Нужно кого-нибудь интересного такого сейчас нам с вами создать. Ух ты. Ух ты, мадмуазелька какая. А ну давайте Дженет Эванс. Давайте вот такой мы ее сделаем. ДНК шляпы. Родная, будешь в шляпе ходить? Давайте сделаем ее какой-нибудь супермод. Ага, у нас випы пока что, как видите, все закрыты. Нет, ну можно, конечно, тебя в такой остроконечной шляпке? А можно такой вот прям хранцуженка у нас получится? Нет, давайте будем... Она у нас будет в шляпе. Волосы. Нет, я хочу в шляпе, а не в волосах. Ну, в смысле, вы поняли. Так, возвращаемся. Шляпу хочу черную. Вот такую давайте. Так, голова. Нет, ну в принципе у нее неплохая голова. Нет, это слишком. Это какая-то странная барышня. Смотрите, вот эта фиолетовая ей под цвет подходит. Глаза. Ну, давайте, смотрите, мы можем... А фиолетовый глаз нет, что ли? Давайте розовые глаза пусть будут. Так, вверх. Надо что-то ей... Ух ты, смотрите, как стиляжненько смотрится. Раз она у нас такая вот моднявая барышня, мы можем что-нибудь такое же моднявое и подобрать. По-моему, стало больше костюмов. Вам не кажется? Нам как-то с бордовым ничего особо тут и не смотрится с этой фиолетовой шляпой. Ну, ладно, давайте возьмем черный костюм. Штаны. Низ. Можно вот такие вот рваные. Можно юбочку ей дать. Слушайте, а в принципе неплохо так смотрится в бриджиках. Мне просто не хочется ей такие какие-то кожаные давать. Но оно как-то не айс смотрится. Хотя можно вот такие вот брючки. Наряд. Ух ты, друзья, у нас наряды уже открыты. Ну, наряды мы можем для других персов добавить. Эксклюзивные предложения. Блин, все у нас, как вы видите... Уху-ху-ху-ху. Все у нас... Ну, да, большинство у нас, по крайней мере, закрыто. Так. В кедах? Нет, ты в кедах у нас вряд ли ходить будешь. Туфли. Так. А ботинки какие-нибудь тут есть? Б-б-б-б-б-б-б-б-б-б-б, ботиночки. Баба-ботиночки. Синие нет, синие. Смотрите, черное с бантиками можно выбрать. Ну, давай. Какой магазин? Все, мы с вами все выбрали, да? Аксессуары, друзья мои. Ну, все закрыто у нас, понятное дело. Нет, магазин нам не нужен. Вот такая пусть у нас мадемуазель. Джанет Эванс в город. Отлично. Пусть она у нас тоже будет здесь жить. Ух ты! Ничего себе у тебя домик! Хо-хо-хо! Смотрите, какой у нас стиляжник и домина. Так, и теперь мы можем ей ледяные скульпту... Скульпту. Скульпту. А что у нас? Кто тут живет? Тут никто не живет? Давайте сюда добавим кого-нибудь. Мне кажется, сейчас надо уже мужчину добавить. О, Джеймс Робертс! Будешь у нас таким совсем светлым? Я не хочу. Давайте тебя потемнее сделаем. Так, мужской. Правильно. Шляпы. Можно его в шляпе сделать. А какие у нас для мужчин шляпы? Ну, в принципе, добавим вот такой вот шапочки-гондонки, как у нас говорили раньше. Голова. О! Смотрите, какой бородатый паря получается. Так. Знаете, он лицом чем-то отдаленно, но такая вот пикселизированная... Ну, это не пикселизированная, конечно, такая вот игрушечная форма этого. Господи, из дневников вампиров. Второго братца. Давайте, ладно, вот таким его модненьким сделаем. Так. Глаза, господи, посмотрите, какие у него глазища. Давайте карие глаза. Такой у нас будет весь секси-бой. Секси-секси-секси-бой. Ух ты. Слушайте, мне кажется, что-то тут потихонечку фиксят. Вот сколько я не играла в игру, одно дело, как ты играешь постоянно. То есть тебе кажется, что, ну, игра особо не меняется. А вот лично я сейчас смотрю, и игрушка реально какая-то, ну, немножечко другая. Давайте сделаем стиляжного парю такого. Вау. Совсем стиляжный у нас получается. Очень мне даже нравится. Нет, в полосочку я думаю, что на тени очень пойдут. Давайте вот такие вот черные. И обувь, в принципе, мне вот такая нравится, только, наверное, черного цвета. Давайте возьмем аксессуары. Ну, очки у нас, как видите, все закрыты. Добавляем Джеймса Робертса. Кстати, а я не помню, у нас тут дети, в принципе, такое понятие есть или нет. Ты чего хнычешь-то? Может, ты поубираешь тут грязные тарелки? Так, возвращаемся обратно в городишко. Возвращаемся к городишко. Я хочу вот этой мадмуазельке нашей поставить вот эту фигулину из для ледяных скульптур. Багаж. Хобби и карьера. Бесплатно одна штука. Ну, конечно, бесплатно. Я за нее уже вообще-то просто заплатила. А где бы... Ну, давайте здесь ее поставим. Отлично. Чего ты там ноешь мне, родная моя? Чего-то ты уже недоволен. Так, смотрите. Учиться скульптурно. Создать шедевр. Давайте попробуем учиться скульптурно. Хотя, в принципе, наверное, лучше было бы создать шедевр. Ну, ничего. Так, и... Ледяные скульптуры. Хобби. Дарья Рейн. Хобби нет. Неряшливый повар. И сколько ты будешь ее делать? Пять штучек? Давайте используем. Повышение. Теперь изготовитель снежков. Хорошо. Далее. Так, а что у нас там по заданиям, друзья мои? Активных целей. События ледяные скульптуры. Начинает сосу за каждую коллекцию ледяных персонажей, получит мебель. Хорошо. О, ледяной кубизм. Это настоящий шедевр. Персонаж создал новую потрясающую ледяную скульптуру. Так. Хорошо. Давай-ка ты что-нибудь, может быть, еще сделаешь. Вот, смотрите. Видите, мы разные скульптуры можем делать и что-то получать за них. Создай-ка мне пока что тут шедевр. А мы с вами перейдем... Кому? Кто-то там на... О! Олег на работу должен. Пусть начинает съемочную. Отправиться вместе. Давайте вместе с ним отправимся. Кстати, да. Я не помню, в прошлой серии мы отправлялись с Олегом на работу или нет. Какой-то у нас Олег странный получился. Чего тебе нужно сделать? Активных целей. Тут у нас это все открыто получается. А что делать-то? Нет, ну я уже здесь была, работала. А, вот. Ты что-то хочешь. Так, цель достигнута. У вас почти хватает ресурсов, чтобы улучшить объект зоны для питания. Воспользуйтесь обменом ресурсами, чтобы потратить монеты на покупку недостающих ресурсов. Отправляйтесь на участок киностудия, коснитесь меню профессии. В левом верхнем углу найдите обмен ресурсами и купите ресурсы. Так, обменять. Окей. Все, готово. Так, цель достигнута. Прекрасненько. Улучшить рабочее место. Отлично, вы собрали достаточно ресурсов для улучшения рабочего места. Зон для питания. Коснитесь рабочего места. Понятно. А ты что хочешь? Обеспечивать питанием? Нет, я не хочу тебе пока ничем обеспечивать. Рынок сим-тауна. Ну понятно, завершить обучение нам нужно. Так, кого тут можно у нас улучшить? Тебя можно улучшить. Так, выполняется улучшение, друзья мои. И как же ты будешь выглядеть? Там же, по-моему, пару секунд было всего, да? Завершено. Вау. Так. И мы улучшили, получается, с вами зону. Поздравляем, вы завершили обучение профессии. Работайте вместе с персонажами, чтобы помогать им достигать вершин своего нового признания. Призвание. Так, Олешка, что ты там делаешь? Олешка что-то у нас делает. Ты чего хочешь? Ладно, проверьте удостоверение. Слушайте, зеленый человек в хромакее. Ну, это в хромакее нам пошел. Так, что у нас здесь есть интересного? Исполнитель или режиссер? Хочу быть исполнителем. Слава, блеск и гламур, вот она, жизнь, кинозвезды, работайте на съемочных. Так, места, гольф, зона питания. Ну, мы с вами пока что склад. Это то, что у нас с вами есть. Игра с ресурсами. А ну, давайте сыграем. И можно в большую игру сыграть. Так, что мы с вами получим сейчас? Ух ты. Поздравляем. Получить. И давайте сыграем в большую игру. Так. Кофе. 43 штуки? Обалдеть. А не много ли у нас вещей? Ах. Хренеть, ребятки. Сколько интересного. Так, отдел костюма. Комната для кастинга. Будка для озвучивания. Трейлер. Кинозвезды. Да, вот я бы желательно туда хотела подняться. Так, Олешка. Олешкин, ты где? Ты у нас все еще проверяешь, да? Ну, мне жалко, честно вам сказать, реально сейчас тратить какие-то ресурсы на этот самый. Какие-то наши финансы, получается, на прохождение этого этапа. Семь часов он будет работать. Да, я согласна с ребятами, что то, что тут все у нас в реальном времени, можно, конечно, делать перемотки. Но я бы не рисковала, учитывая, сколько у меня параллельно игр с симами стоит. Будет просто очень жалко, если симов, допустим, мы промотаем, все будет окей. А потом мы просто с вами вылетим в трубу, там, допустим, с какой-то другой игрой. Или вообще нас забанят, типа, за читы. Такс. Ну, немножечко осталось, сейчас мы с вами подождем. Ты кто вообще такой? Проявить удостоверение. 22 штуки. Хорошо. Уборщик съемочной площадки. Второй уровень из 10. Мы с вами эту штукенцу пока что улучшать не можем. Мы с вами можем... Тут как-то темно. Но нам сюда пока что вообще нельзя. Так, а где у нас будет... Это, наверное, будет для охотения, скорее, для кастинга. Для озвучивания где-то дальше. Так. Готово. Мы с вами хп-шечку получили. И три... Получается кусочка кофе. Так. Что у нас там дальше? Смотрите, что тянуть с очками? Обеспечить сопрово. Давайте обеспечить сопрово. А мы с вами пока что перейдем домой. Посмотрим, что у нас тут есть еще интересненького. Мы можем с вами монетки пособирать. Это кто у нас тут? Даша, по-моему, живет. Да. Получить. Получить. Два тортика. Ежедневная награда VIP 3. Чем ты у нас вообще занимаешься, Дашуль? Ты у нас кто? Быть милым? Тебе на работу? Да, конечно, отправляйся. Быть милым. Джо Муди. Джо Муди у нас стал очень милым, друзья мои. Это, по-моему, прелестно. О, друг. Вот оно что, друзья мои. Меня кинули к друзьям, оказывается. Но, к сожалению, нас кинули с вами сейчас обратно. Так, смотрим. С кем у тебя хорошее настроение? Взрослый, взрослый, взрослый. Убрать. Так. Непонятно, с кем у тебя, да, хорошее? Схрапнуть. Клара у нас уже всхрапнула. А может, ты мне действительно скажешь, с кем у тебя... Не с кем, да? Та создает у нас шедевр. Ты у нас убираешь. О, прекрасно. Это же наш новый перс, точно. Ты-то, наверное, тоже можешь пригласить взять тарелку, убрать. Мне кажется, что оно, наверное, уже все пропало. Нет? Давайте-ка сходим, может быть, к кому-нибудь в гости. Позови-ка, наверное, к себе Клару. Даже интересно. Пообщаемся с Кларой. Привет. Отмечать день рождения, быть милым? Как интересно. А ты не хочешь свой день рождения отметить? Как это миленько. Так. А что остальные у нас делают? Остальные у нас, в принципе... Так, Джо Муди. А что у нас Джо вообще делает? Вообще просто втыкает, да? Тебе на работу не пора там, например. А кем ты у нас, кстати, можешь работать? Без работы. Смотрите, кинодеятель. Художник. Художественная галерея. Ну, все остальное, как видите, закрыто. Слушайте, а давайте-ка перейдем на карту. Посмотрим, что мы можем с вами пока что новое построить. Деньжата. А то мы с вами... Так, здесь у нас мост на Таинственный остров закрыт. Полицейский. Это, я помню, палаточный лагерь, достичь 11-го уровня. Но мы с вами пока что 8-го уровня. 17-го. Я помню, что когда я раньше играла, у меня вот этот был лыжный курорт открыт. Ну, то есть я до этого доиграла всего. Магазин костюмов. Мы можем, в принципе, с вами наши вот эти волшебные товары построить. Давайте просто еще пробежимся, что есть. Вилка при свечах. 16-й уровень. Экспресс Симтаун. Достичь 15-е задание Таинственного острова. Нам в любом случае сейчас что-то надо построить. Животное, салон питомцев. Побальте своих питомцев новыми ошейниками. Так нам надо самих питомцев завести. Центр здоровья. Начальная школа. О, забираем. Профессия стадион. Слушайте, как интересно. Спортсменом можно быть? Хм. Так, супермаркет можно построить, принесить доход. Товары покупать. Машину можно купить. Машинный двор будет принесить доход и позволит покупать машины. Вместо работы студия звукозаписи. Слушайте, давайте музыкантов сделаем. Сколько ты будешь строиться? 7 часов. А что насчет ночного клуба? Пока ничего. Торговый комплекс Заря. Угу. Как интересно. Табличку мы пока тоже, да, не построили. Путь к славе. А путь к Пете, например. Вау. Лодка морское путешествие. Ну почему оно все закрыто? Дождитесь следующего события. Блин, волшебный лес. Можно получить только во время определенных общественных событий по выполнению вышеуказанных. Прекрасно. То есть у нас вышеуказанное это дождитесь. Ну хорошо. Дождаться так дождаться. Так. Кто-то у нас тут быть милым закончил. Слушайте, а знакомство. Клара у нас знакомая. А ты у нас можешь отмечать день рождения? Кем ты станешь? А-а-а. Понятно. Пока нельзя. Так, а что мы с тобой еще можем? Можем с тобой потанцевать. Может, мы с тобой сможем парой стать? Хотя она мне не очень нравится. Надо бы ее, мне кажется, немножко видоизменить. А у тебя зеркала нет, да? Или вообще чего-нибудь под что можно было видоизменить? Так. А может быть быть романтичным? Хо-хо-хо-хо. Ребята, они не рано ли начали целоваться? Мне кажется, что как-то мы только их познакомили, а у них уже какие-то тут романтические отношения. Так, Олешка, мне кажется, что ты там слишком долго копаешься. А-а-а, смотрите-ка. Ты хоть... Ой. Олешка, беги. Давайте уже используем. Уж так и быть. Так. Очки получили? Проверить удостоверение. Так, отлично. А что у нас тут-то? Съемочная группа. Угу. Будка охраны. Улучшить. Гольфмобиль. Это все мы можем с вами улучшать. Смотрите. Хорошо. Нам бы сейчас с вами дальше как-то продвинуться. Так. Либо исполнитель, либо режиссер. Смотрите, комната для кастинга. Достигните шестого уровня специализации исполнитель. А как нам режиссер исполняет? Понятно. Но нам, наверное, нужно это все повысить, да? Улучшить будку можно. Нам попкорна не хватает, друзья мои. У нас туго с попкорном. Ты кто такой? София Каперло. Будка охраны проверить. Давайте ее проверим. А потом вот у нас есть товарищ с попкорном, которым мы можем его достать. А купить сколько стоит попкорн? Склад. Продать лишние ресурсы. Нет, продавать пока не хочу. А купить. Ага, обменять. Ммм, смотрите, кому мы тут можем обменивать? На 10 попкорнов. А что это вообще, в принципе, за штукенция такая? Оно, в принципе, нам очки, они, наверное, мы получили. Давайте обменяем. Отлично. Что, мы можем что-нибудь повысить сейчас, например? Так. Вот, смотрите, мы можем будку охраны улучшить. Давайте улучшить. Хорошо. Посмотрим, что для этого сейчас у нас получится. Завершено. Так, готово. Итак, еще раз давайте смотреть, что же нам нужно для этого. Еще не построены все актеры. Треба из шестого уровня. Исполнитель. Седьмого уровня. Исполнитель. Но нам же нужно перейти в эту стезю исполнителей. Что это у нас? Комната для кастинга. А, ничего себе, сколько нам нужно. Запросы по кастингу и отрывной билетик мы с вами получим. Нам нужны, получается, очки. Ну, то есть, получается, мы должны тут работать, работать и работать, как вы видите. Поможем машинку нашу повысить. Давай улучшать. Так, киностудия, место не маленькое. Воспользуйтесь гольфмобилем, чтобы быстро добраться до места назначения. Завершено. Так, прекрасно. Но, мне кажется, что нам действительно есть смысл сейчас подкопить все необходимые нам ресурсы. И тогда мы с вами, наверное, уже сможем здесь как-то продвигаться. Так, больше нам повышать нечего, да? Фудкорт у нас все закончилось. Все закрыто. Все, проверил мадмуазельку? Олежка? Ни тебе не время. Уборщик съемочный. Не-не-не-не-не-не-не. Не хочу. Что у нас тут еще есть? Помогайте персонажам на рабочем месте, чтобы выполнить норму за рабочий день. Ага, выполнить нор. Отлично. Отлично. Мы с вами выполнили. Забираем. Так. Забираем. Кто-то там нам с попкорном у нас стоял. Давайте посмотрим, кто это у нас был вот и с попкорном. Обеспечить питание. Хорошо. Переходим, значит, обратно в наш городок. Там эти флиртовали, целовались у нас. Можем пойти им гадко помешать. Быть романтичным. Это так мило. Зарождающая любовь. Ух ты. Так, а что ты мне предложишь? Быть романтичным, целовать руку. Три секунды. Я помню, что тут был этот момент в уху, где они делали. Слушайте, мне кажется, или дымок вроде не идет, да? Так, что-то еще может быть романтичным. Давай мы еще побудем романтичным. Так, что у нас тут есть еще? На работе Даша у нас 8.50. Ей там нужно быть. Джо Муди вообще скучно. Давайте перейдем в город. Какой у них странный смех. Смотрите, а здесь мы можем стандартную резиденцию. Студия без мебели, можем? Мы, в принципе, можем с вами таунхаус с мебелью сейчас построить. Еще один. Ну, в принципе, у нас так полно таунхаусов. А больше у нас, получается, нет пустых участков, да? Это у нас все, как видите, закрыто. Задание нам нужно выполнить. У нас сейчас строится звукозаписывающая студия. А это у нас что такое? Место работы научный институт. Слушайте. Давайте следующее его построим, да? Ну, а сейчас я хочу... Давайте построим еще какой-нибудь домик. Давайте студию... Нет, не хочу без мебели. Давайте таунхаус. Да. Сколько ты будешь строиться, если я тебя... Вот, давайте побыстрее его построим. Ваш город стоит. Спасибо большое. Добавим персонажа. Жалко, что тут нельзя по возрасту как-то их менять. Так, барышня. Давайте будет Эмили Эдвардс. Вот такого вот цвета кожи у нее будет. Волосы. Пусть она у нас будет уже без шляпы. Как-то у нас все со шляпами. Вот такую мадемуазель будем делать? Не. Давайте... Брюнетки. Да брюнетки у нас уже были с вами. С такой вот заколочкой. Но она как-то с этой челкой, знаете, смотрится очень по-дурацки. Это мне тоже не особо нравится. Ладно, давай вот такой ты у нас будешь. Голова. Такую тебе возьмем в голову? Нет, такая мне... Брови эти нарисованные. Давайте вот с такими вот красненькими губками. Глаза. Вот такие. Я хочу тебе черные. Значит, начнем сверху. Это у нас, знаете, какая-то получится студентка, что ли. Вот эта мне кофточка очень понравилась. Ну, вот из этого разряда. Давайте возьмем вот эту. Низ, низ, низ. Шортики. Давайте в шортиках, слушайте. А симпатичный перст получается. Мятные. Мятные кроссы, господи. Я обожаю мятные кроссы. Так, у нас тут все закрыто. Отлично. Берем вот такую мадемуазель. Эмили Эдвардс в город отправляем. Тинь-тиринь-тиринь-тиринь. Это что у нас такое? Рекламу посмотреть, да? Смотрите, реклама получается призы. Мы приготовили отличные подарки. Ну что, посмотрим с вами рекламу. Заодно сможем с вами сейчас... О, господи, какая-то громкая. Надеюсь, меня будет хорошо слышно, в принципе, даже на фоне этой музыки. Так вот, в принципе, я согласна с многими ребятами, кто пишет, что Sims Free Play. И это действительно... Ну, не то чтобы совсем уже в дираловка. Но да, тут траты очень большие получаются. То есть, как вы видите, мы хотим что-то прикупить. И у нас то стоит кристаллов, это стоит кристаллов. А их нужно покупать, получается, за деньги. Либо как-то накапливать. Я помню, когда я сама играла, я играла первый раз вообще, в принципе, пару лет назад без доната. И, ну, копила, да. Было больше свободного времени как-то. Так, ну что? Что мы сейчас с вами получим? Но тут доната многовато. Так. О, приятно. Пропусти. Э, тихо, мы хоть забрали их? Да ладно, мы их не забрали. Черт. Ну ладно, не будем бомбить. Посмотрели мы с вами, друзья, 30 секунд. Ничего за эти 30 секунд мы не получили. Так, родная, надо тебе что-нибудь... Что-то ты тут у нас за позу принимаешь. Что это за поза, хорошая моя? Хм, забавно как смотрится. Так, что у нас есть интересного, что я тебе могу поставить? Смотрите, у нас, кстати, гитара есть. Хобби. Давайте гитару поставим. Так, куда тебе надо повернуть-то? Где твой вперед, а где зад? Мне кажется, вот так ее надо поставить. Что у нас есть еще интересного? Может, у нас что-то тут в бесплатных есть? Переезды. Что на спальне? Слушайте, у нас одна такая вот бесплатная кровать. Давайте это уберем. Давайте уберем торшер. И вот эту тумбочку мы с вами переместим. Вот здесь пусть она будет стоять. А вот здесь поставим кровать. Хоп. Чудненько. Бесплатно один шкаф. Слушайте, тут такие вещи симпатичные есть. Переместим. И давай тебе шкафчик поставим. Только сюда, пожалуйста. Отлично. Так, электроника. Телевизор хороший. Ребята, так мы сейчас тут вообще такую домину сделаем. Классную. Отлично. Что у нас в спальню мы смотрели? Ванная. Ну, ванная стандартная. Столешницы. Одна бесплатная столешница. Бесплатно. Бесплатно. Прикольно. Гостиная. Один бесплатный. Слушайте, давайте от этого дивана избавимся. А лучше я его такой вот в диван поставим. Так, разворот. Ставим. Правда, он немножко получается кривоват относительно... Не-не-не-не-не. Он у нас получается кривоват относительно телевизора. Освещение. Понятно. Столовая. Стульчики есть красивые. Садовая мебель. Ну, в принципе, знаете, очень даже неплохо. Переехать и продать. Питомцы. Слушайте, нам бы какое-нибудь животное бы здесь завести. Так. Так. Кролики. Слушайте, может, зайчуньку завезем? Только нам, получается, для зайчика что-нибудь нужно. 15 тысяч. А у нас нет 15 тысяч. Бррр. Понятно. Так. Худышка. Я бы сыграла какое-то животное. То как-то получается, что у нас у всех есть животное. Кстати, мы с вами, знаете, что можем сделать? Заставить нашу барышню стать садоводом. О, давай. Будешь у нас выращивать ништяки всякие? Вот. Давай вот так поставим. Оп. Оп. Готово. 20 не жалко. Так. Семена, надеюсь, у нас будут. Отлично. Уходим. Так. Давай, кто нас посадишь? Нет. 99 не жалко. Денежное дерево. На нем растут симолеоны. Слушайте, а может посадить? Давайте посадим оно. Но денежное дерево, наверное, не надо было. Так. Давайте посмотрим. О, какая музыка знакомая из первых симов. Перчик, перчик, перчик. Ух ты, 2500 мы с вами получили. Прикольненько. Так. Что мы теперь здесь можем посадить? Цветок с очками общения. Паприка, морковь. Давай кукурузку посадим. Потом перейдем сейчас с вами к следующим нашим ребятам. Давайте посмотрим, что у нас тут есть интересного. Позабирали всякие ништяки. Быть романтичными. Вы не хотите еще как-то повыше поднять свои отношения? Быть смешным? Целовать руку? Что у вас там, кстати? По отношениям. О, зарождающая любовь. Стой, куда пошел. Давай еще раз побудем романтичными. Так, мне кажется, надо к нам коллегу вернуться. Посмотреть, что происходит у него. Так. У нас только один человек, как видите, работает на киностудии. О! Забираем ништяк. Супер. Что нам с вами еще? Нам бы еще попкорна где-то взять. Что ты хочешь? Обеспечить сопровождение, обеспечить питание. Давайте питанием. Ну, почему-то у нас... А, смотрите, еще кто-то появился. Здорово. Я боюсь представить, сколько мы будем с вами стремиться к повышению. У нас, кстати, уже так вот вечер. Тьма надвигается на город. Так. Давайте посмотрим. Съемочная группа. Три из трех. В принципе, мы с вами... Вы же только не говорите мне, что для того, чтобы мы с вами стали исполнителем, допустим, еще не построены, но понятно. То есть нам, чтобы построить... А что здесь у нас? Здесь у нас отдел костюмов. А мы хотим быть исполнителем, да? Все актеры, которые хотят получить роль в фильме, должны пройти кастинг. Нам нужен достигнуть шестого уровня специализации исполнитель. Ага. 49 и 0 очков. Печалька. Значит, нам нужно будет сейчас с вами разбираться именно в плане накопления необходимых нам материалов. Так, смотрим. Здесь у нас происходит стройка. Слушайте, семь. Может, нам семь эти убрать? Ну, семь и семь. Семь мы можем с вами потратить. Будет романтично. Видите, у нас отромантичились уже. Может, давайте там еще поцелуем руку? И еще поцелуем руку. Как забавно, когда у нас барышни... Кто-то у нас писал, что в основном у нас почему-то во всех симах барышни проявляют инициативу. Ну, заметьте, действительно. Она у нас же руки целует. О, свидание. Теперь они встречаются. Так, быть романтичным, целовать в щеку. То есть, там было три секунды, теперь у нас две секунды. Так. Давай еще поцелую в щеку. А представляете, если мы еще... Тихо, тихо, тихо. Не надо радикально... Преображение. Слушайте, а на свидание вы не хотите там... Ну, это самое. Недолгий сон, проспать, сон, вздремнуть. А что у нас, кстати, по целям? Что-то мы с вами... Ступить в брак. Так, ступить в брак, это хорошо. А что нам там еще нужно было сделать? Смотрите. Займитесь тайдзи в семь вечера. Используйтесь туалетом соседа. Так, магазин таинственных ящиков. Ну, понятно, у нас ключиков пока что нет. А давайте в парк отправимся. Парк волшебный на закате. Пусть ваш персонаж познавляется тайдзи в семь вечера. Но у нас... Ой. Нет, сейчас я не хочу пока ничего получать. Слушайте, но у нас же сейчас не семь вечера, да? Давайте, конечно, отправимся в парк. Может, нам сделают исключение. Парк. Идем сюда. Давайте сюда позовем... Хоп. 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 Что-то мы всех сюда позвали. Так. И как ты у нас можешь учиться тайдзи? Так. А где наша вторая мадемуазель? Она тут тоже где-то должна быть на входе. Так. Достичь нирваны? Ух ты. Учиться тайдзи. Ну, хорошо. Давай учись тайдзи. Хоть у нас сейчас и не семь вечера. Так. Смотрим дальше. Значит, Олежка у нас там чем-то занимается. Обеспечивает всем пропитание и так далее. Сколько тебе еще это нужно делать? Одну минуту тридцать восемь секунд. Понятненько. Так. Что у нас тут еще интересного происходит? Я смотрю, что у нас каждый что-то от нас хочет. Рынок Симтауна. Достигнуть уровня 3 в любой профессии. Блин, я хочу на рынок Симтауна. Печалька. Кто чем тут занят? Посадить. Ты у нас садишь свою кукурузку, правильно? Прекрасно. У нас там даже дверь немножко подергивается. Так. Остальное. Это у нас создает шедевр. Слушайте, а давайте создать шедевр. Ну, промотаем. Это уже интересно нам посмотреть. Ух ты. Доступна новинка. Дирижер-волшебник. Так. И что мы можем сделать с вот этой штуковиной? Обломок сосульки. Это настоящий шедевр. Персонаж создал новую потрясающую ледяную скульптуру. Так. Отличненько. Хорошо. Будем дальше делать? Давай дальше создавай шедевр. Мне кажется, это очень даже интересно. Слушайте, мне нравится ее дом. У нас машина есть? Да ладно. У нас даже машина есть у нашего перса. Прикольно. Зато у нас тут, в принципе, еще и по показателям все отлично. Так. Смотрите. Вступить в брак. Может нам Олешку отправить сейчас домой? Кстати, Олег с Дашей, по-моему, должны были у нас давно пожениться. Так, давайте перейдем к Даше. Мы не можем, да, перейти пока что. Давайте к Олешке перейдем, посмотрим. Потому что было бы интересно посмотреть, как у нас тут Джо Муди. Блин, да не надо нам к Джо. К Джо нам не нужно. Нам нужно к Олешке вернуться. Он у нас как раз завершил свое задание. Тинь-тинь-тинь-тинь-тинь. Спасибо. Ух ты, обеспечить сопровождение. Софии мы можем обеспечить сопровождение. У нас, получается, три этих сектора заполнятся. Покажи мне, какие у тебя взаимоотношения с... Помолвлено. Ага, смотрите. То есть Даша лучше бы... Давайте завершим. Вы не получите очки опыта. Хорошо. Так. Давайте-ка Дашуля. Где у нас Дашуля? И давай мы к тебе Олешку позовем. Блин. Олешка, давай ты в следующий раз закончишь свою работу. Так, все. Прости, пожалуйста. Давайте завершим все. Короче, потратим. Тратимся, так тратимся. Отлично. Заканчивать работу получает 2145 и 975 очков опыта. Не. Все. Мы с вами тратим эти кристаллы налево и направо. Хорошо. Отправляемся к... Это мы у себя, да, дома? Давайте позовем к себе Олешку. Олешкин. Здравствуй, Олешка. Мы должны сейчас... Ух ты. Ух ты. Быть романтичным. Так, что мы можем сделать? Потанцевать 10 секунд. Так, как нам с вами вступить в брак? Нам нужно вступить в брак и понимать, что нам нужно... Смотрите, чтобы пожениться, помолвленные персонажи должны проводить романтические отношения до заполнения шкалы отношений. Во. Значит, нам сейчас нужно полностью заполнить нашу шкалу. Угу. Так. Заполним сейчас нашу шкалу. Отлично. Дашуля, давай-ка ты, наверное... Ну, быть смешным. Хотя я уверена, что мы с вами не сможем сейчас быстро ее заполнить. Как видите, он... Еле-еле у нас движется наша шкала. Нам нужно именно с романтикой работать. Так, ну хорошо. Мы можем, конечно, быть романтичными. Ооо. Давайте хоть посмотрим, как оно у нас расти будет. Растет? Слава тебе, господи. Даже, смотрите, очень даже быстро растет. Конечно, хотелось бы побыстрее. Но даже так неплохо. Даже интересно. Вот смотрите, у нас получается целую минуту надо подождать. И насколько у нас заполнится наша шкала. В принципе, пока у нас заполняется шкала, я думаю, что мы с вами постараемся сейчас сделать так, чтобы у нас дошла... Заполнилась полностью наша шкала, и мы смогли поженить наших персонажей. Хотя я представляю, сколько это еще надо будет денег выбросить. Скорее всего. Потому что, как видите, в Sims FreePlay у нас не все бесплатно. Но, с другой стороны, знаете, какая-то определенная фишка у этой игры есть. И, конечно же, если она вам нравится, пишите в комментах. Играете вы, не играете. Много вы достигли, немного. Какой у вас левел. Потому что тоже интересно. Так, смотрите. Ну, получается, в принципе, пару минут можно побыть романтичными. Мы сможем походить пока к другим персам. Так. И заодно эти у нас двое смогут наладить свои взаимоотношения. Так, отлично. Давай еще побудем романтичными. И давайте-ка пока что перейдем к кому-нибудь еще. Так, позабираем ништяки. Что у нас тут есть интересненького? Это у нас пока что все строится. Новых персов мы можем, конечно же, добавить. А здесь у нас получается стандартная, да? Стандартная резиденция. А туточки тоже стандартная, да? Ну, блин, я бы очень хотела у моря построить домик. Смотрите, она немножко осталась. Девятнадцатый уровень. Обалдеть, сколько нам нужно еще с вами сделать. Да, вот эти домики классные. Очень красивые. И таинственный остров хочу. Но десятый уровень. Пока мы достигнем десятого уровня, бог знает, сколько времени пройдет. А нам что нужно было? Ага, здесь пока ничего. Волшебные товары мы не можем. А что у нас там было на девятом? Давайте посмотрим следующие. Опыт 11152. Нам немножко опыта не хватает всего лишь. Магазин костюмов тоже нельзя открыть. Ну, понятно, товары для детей. Вот, смотрите. Задание 2,5 персонажа. А мы, по-моему, такое даже и не выполняли. К сожалению. К сожалению. Поэтому, друзья, получается, мы его вообще не сможем сделать. Жалко. Так, забираем ништяки. Переходим к Даше. Все, вы готовы? Ну, давайте еще немножечко осталось вам побыть романтичными. Так. Посадить, учиться тайцзы. Вот, смотрите. Совсем немножко осталось. Давайте перейдем к Джо Муди. Он нас там скучает. Посмотрим, что тут есть интересного. Ты можешь сказать речь, предупредить сим общества в опасности, что ли? А нет. Конец близок. Какие тут забавные у нас, получается, есть моменты. Так, можем здесь рыбу, да, половить. Играться с лодкой. Слушай, а рыбу ты можешь ловить? Накормить уток. Расслабиться, отправиться на рыбалку. 24-часовая рыбалка устроится. Да, вот видите, тут фишка... Ну, как, не фишка, а минус в том, что у нас, получается, все эти персонажи, все вот эти действия должны выполнять, ну, на протяжении суток именно. Ну, мне кажется, это не очень удобно. Воспользоваться чем? Барбекю. Сколько? 20 часов. Вот, смотрите, нарезанная свинина двойного копчения. 20 часов. Жарить-парить 8 часов. Офигеть. Так, здесь тебе делать нечего. Ты у нас, получается, учишься тай-дзы. Ну, давайте возвращаться, наверное, к Даши и коллегу. Они у нас уже побыли романтичными. Все? Сколько вам еще осталось? О, друзья! Зашли! Ну? Да ладно, опять зависли? О, боже, друзья мои, они зависли. Хорошо, давайте сюда перейдем. Попрыгаем туда-сюда. Есть! Так, ну что? Все, вы уже? Или вы еще не уже? Блин, чуть-чуть осталось. Да что ж такое? Вступить в брак, друзья! Да ладно, все, мы достигли. Наконец-то! Наконец-то у нас-то получилось. Женат замужем. Отношения теперь женаты. Цель достигнута, друзья мои. Завершите задание, чтобы персонажи смогли вступить в брак. Поздравляем, ваши персонажи теперь могут вступать в брак. Скоро ваш город будет процветать и наполняться семьями. Девятый уровень! Есть! Друзья мои, девятый уровень. Персонаж разблокирован. У нас ноутбук. Офис дома. Слушайте, сколько ништяков-то открылось. Я понимаю, что у меня все будут безумно дорогие. Так, черно-белая ва... Блин! Мне нравится душ дизайнерский. Ааа! Сколько всего много интересного. Обеденный стол летающий. Белое окно. Ого! Классно. Галактически светящиеся сферы. Вау! Банановый хлеб. Класс. Два с половиной персонажа. О, новое задание, ребятки. Выполните задание и получите доступ к новому гукающему и носящему подгузники поколению. Вас ждет нечто значительное. Вот. Быть милым к персонажу. Так, ребятки. Смотрите. Мы с вами можем выполнить... Олежка? Подождите. Мы же женаты. Почему он убежал? Олежа? А где Олежа? А, Олежа здесь у нас. Хорошо. Так вот. Быть милым. Ну, хорошо. А быть... Подождите. А где быть милым? Быть милым. Вот оно у нас. Так вот, друзья. Мы с вами сегодня посмотрели достаточно много интересного. Для себя открыли. Ну, по крайней мере, я для себя открыла. Я уверена, что многие видели эти все приколы. И уже, наверное, играли. В Симсов и играют давно. Но для меня это, в принципе, довольно-таки интересные фишки. Интересные моменты в игре. Мы с вами поженили двух персонажей. Побывали на киностудии. И у нас одна барышня занимается... Ледяными... Этими, господи, я хотела сказать, структурами. Ледяными скульптурами. Не уверена, что мы успеем, конечно же, к сроку что-то сделать. Я даже не знаю, когда выйдет эта серия. Но надеюсь, что вам понравился этот ролик. И если вы хотите больше Симсов в реплее, обязательно ставьте лайк. Я желаю вам всем хорошего настроения. Удачного дня. Увидимся в новых сериях. Всем пока-пока.